Рекомендую подписаться на игровой канал начинающего летсплейщика. Он снимает интересные пинкейсы в CSGO, иногда записывает видео по Clash Royale, также есть просто летсплей. Давайте поддержим чувака лайком и подпиской. Ссылочку оставлю в описании. Ну а мы переходим к видео. Всем привет дорогие друзья, сегодня я нахожусь на своем твинке, которого буду апать в легендарную арену. Этот аккаунт у меня в Академике. Вступайте кстати в мои кланы, просто в поисковике вбейте холдик, никаких тегов вводить не нужно. Здесь выбьет 4 моих клана, один из них будет фейковый, это не мой клан. А вот остальные, которые будут места, обязательно заходите. В основном ведется набор в основной клан, вот тег вам. Здесь прием от 3600 трофеев. Конечно вступить может не каждый, но мы здесь идем в топ. Поэтому у кого есть такие кубки, обязательно вступайте. Вот, ну а сейчас мы будем играть на моем ульте. Я этот аккаунт изначально апал до 8 арены и там задержался. Не было времени играть на этом аккаунте, была прокачка плохая и выше 2400 кубков я не поднимался. Но вот когда было испытание громовержца, я решил задонатить здесь на 1 пак гемов и поиграть в это испытание. Потому что здесь, в этом испытании оно было основано на том, что все будут равны в этом испытании. Все карты будут увеличиваться до турнирного стандарта. Если вы 8 уровень, то вы будете 9 в испытании. Так точно карты все будут. 7 арарки, 9 команки, ну и так далее. Поэтому у меня получалось здесь играть в этом испытании. И я выбил очень много легендарных карт и немножко прокачал карты на этом твинке. Вот, значит я выбил здесь 7 легендарных карт с этого испытания. Но использую пока не все. Выбил я пламенного дракона, я в видео открывал сундуки. Выбил кладбище, принцессу на 2 уровень. Выбил бревно, ну естественно самого громовержца. Мог бы его конечно до 3 уровня проапать, но так не успел в общем за 3 дня это все сделать. Дело, вот. Ну теперь я составил вот такую вот колоду. Я конечно понимаю, ребят, что зашкварно иметь 4 легенды в деке. Но у меня нет выбора. У меня прокачка карты очень грустная. Я их пока не хочу качать. Хоть могу прокачать 10 голда. Но я оставить хочу для того, чтобы зайти в легенду и купить себе шахтера или лаву в магазине. Вот потом уже буду прокачивать карты какие-то. С радостью бы прокачал гиганта до 7 уровня, но пока еще не хватает карт. В общем дека выглядит следующим образом, ребят. Теперь я немножко поднялся по кубкам. Осталось совсем чуть-чуть. В этом выпуске я не буду до конца апать. Проведу наверное 3 или 4 онлайн атаки. Ну а потом оставлю на следующий выпуск. Если вам интересно, как я буду доходить здесь до легенды, то оставляйте свои комментарии. Колоду я вам показал. Это колода гигант плюс кладбище. Конечно здесь много легенд. Но это из-за того, что у меня карты не прокачаны. Я это уже говорил. Все, идем в онлайн атаку. Итак, первый противник, 10 уровень. Также я здесь еще 8 уровень, даже 9 еще не апнул. Я могу конечно его доапать, но надо качать карты только те, которые мне нужны. Также в колоде есть элитные варвары. Без них вообще никуда. Пока это считается топ картой, топ используем. Вот видим, да, противник тоже использует элитных варваров. Давайте отвлечем нашими варварами его. Так, ну и продолжим атаку по левой стороне. Пока идет принцесса у нас здесь. Я думаю получится. Так, у него вышибала по правой стороне. Окей, сейчас мне по-моему не должно препятствий никаких быть. Разве что орда миньона может остановить моего гиганта. Так, здесь у нас мега миньон. Но я ничего не буду подкидывать. Наверное вышибалу остановлю, потому что много нанесет урона, если оставить его в соло. Плюс там еще идут лучницы. А вот мега миньона даже не знаю. У меня восьмая вышка. Ну пару тычек нанесет. Пока не буду ничего пускать. Пускать дамажит. Конечно, он мне нанес так же урона, как и я ему. Хотя он особо таком буи не делал. Ребят, по-моему он потратил зап. Я рискну. Сделаю вот такой вот ход. Выброшу армии скелета и свое кладбище. Посмотрим, что с этого получится. Так, он контрит ледяным големом, но это логично. Так, ну все равно мы урон наносим. Видим, да? Ну не знаю, стоило ли это делать или нет. Давайте здесь элитных варваров. Блин, аутхога я пропускаю. Да, пока бой не слаживается. Пока все идет не в мою пользу. Ладно, здесь ставим принцессу. Сейчас посмотрим. Может получится у меня перейти в контратаку. Хотя вряд ли. Там будет вышибала, скорее всего. Да. Ну ладно. Подождем немножко удвоенный эликсир. Так, отлично. Элитные варвары дошли. Неужели снесут вышку? Блин, повезло мне реально. Они настолько быстрые, что... Ну их, блин, я в любую колоду беру, потому что очень сейчас популярная карта и очень имбовая. Реально. Но я уверен, что ее скоро немножко порежут. Так. В принципе, я уже могу добить фаерболом и бревном. Не знаю, хватит ли шестого фаербола. Да, должно хватить, по идее. Ладно, мы пойдем на правую сторону сейчас. Забьем пока на его вышку. Но если он будет по левой стороне каких-то юнитов, вот. Давайте сделаем так. И оттолкнем бревном. Не знаю. Так, зап. Окей, здесь элитных варваров. Пока он еще вышку не снес. Пока у меня шансы есть. Сейчас я подкину фаербол, если будут лучницы. И тем самым нанесу урон вышке лишний. Блин, а он выбросил вышибалу. Так, я даже не знаю. Но я выброшу фаербол, все равно мне нужно как-то же будет добить ее, эту вышку. Так, 90 хитпоинтов, окей. Здесь у нас пойдет вот так вот. Блин, я думал сначала пойдет хок и получится у меня... А он все равно потратил зап. Окей, здесь принцессу, чтобы правую вышку не снесли у меня сразу. Блин, конечно, принцессу я засуицидил. Блин, обидно. Так, он потратил фаербол, куда, я не понял. Он не добил вышку. Он вышку не добил, неужели получится выиграть? Так, здесь гиганта ставим. Окей, 3 секунды. Да, он не добил вышку и, блин, проиграл. Я не ожидал. Я думал, мы сейчас будем сражаться за вторую сторону. Но, блин, если бы он снес бы ее, я вряд ли бы затащил. 400 хитпоинтов оставалось у правой вышки. Что ж, ребят, уже 2900 практически. Это пока рекорд на моем твинке. Ну, погнали еще в 1-2 атаки. Чем ближе к 3000 кубкам, тем уже тут противники такие подбираются. Блин, с такой прокачкой звери просто, я не знаю. Ну, самый сложный этот интервал, это 2900-3000. Тут просто, ну, дикие реально оппоненты подбираются. Но я думаю, что мы преодолеем. И это я запишу уже в следующем выпуске. Сначала сегодня вот до планочки 2900 дойдем. Так, здесь я кину бревно. Только кривое, блин, немножко мискликнул и не попал по принцессе. Но ледяной маг... Ой, электромаг сносит стычки ее 2-го уровня. Отлично. Здесь у нас пойдет армия скелетов. Блин, а противник у нас с бревном. Ну, давайте фаербол, потому что очень много урона могу получить. Так, он запнул, да, ребят? Он запнул. Ну, пока мне нечего выбрасывать. Это разве что выбросить кладбище. Но мне кажется, вот в соло-кладбище это глупая идея. Пока не буду ничего выбрасывать. Подожду действий его каких-то, а потом что-нибудь предприму. Так, хорошо. У нас идет принцесса. Давайте здесь гиганта выставим. Подождем немножко. Здесь вот пусть он немножко перейдет на его половину. А вот здесь выбросим вот так вот. И давайте бревном оттолкнем и нанесем немного урона. Не знаю, правильно ли я это сделал или нет. Ну, так, успею. Успел, отлично. Выжил у меня электромаг. Придется ему еще чем-то контрить. Отлично, он тратит фаербол. Значит, пока в эликсире мы должны быть наравне. Но все же я проигрываю очень сильно на 1000 хитпоинтов целых. Не знаю, получится ли выровнять счет. Ну, постараемся. У него, значит, шахтер и хок. Ну, здесь у нас элитные варвары пошли. Блин, дали тычку сделать хоку. Я думал, не дадут. Но это, наверное, из-за того, что бревно было кинуто. Так, он дефает шахтером. Окей, тогда мы сделаем вот так. И наносим ему урон. Отлично. Просто варвары затащили меня здесь. Так, хорошо. Пока мы счет сравняли практически, да. Что он может выбросить? Фаербол тратит на принцессу. Круто. Видим, он злится, потому что, ну, невыгодно было тратить фаербол на одну принцессу. Теперь у меня есть преимущество. Причем неплохое. Так, здесь у нас бревно пошло. Хорошо. Так. Готовимся теперь к его атаке. Ну, в принципе, у него нету фаербола. Я выброшу вот так. Сейчас будет бревно. Я армию скелетов приберегу. Скорее всего. Смотрите, как гигант не дает пройти хогу. Отлично. Так. И давайте кладбище. Вот здесь выбрасываем кладбище. Блин, какой же... Блин, я немножко поторопился. Нужно было не выбрасывать кладбище, потому что я бы так добил. Хотя у меня есть шанс сейчас взять треху. И я буду этим пользоваться. Выбрасываю еще одного гиганта. Здесь армию скелета. По-моему, был потрачен зап, я не помню. Да. Или нет. Я не знаю. Я сейчас просто рискую проиграть. Точнее, не проиграть, а потерять снова левую вышку. Нужно было не идти на треху. Хотя, смотрите, 900 хитпоинтов осталось. Шанс есть. Если он снесет мою левую... Левый фланг, то... Ну, вряд ли уже 4 секунды. Да. Ну, блин. Поначалу было напряжено. Но это 10 уровень. Я 8. У него вышки намного мощнее. Побольше хитпоинтов. И, то есть... Мне действительно сложнее было. Так. Плюс 30 кубков. Блин. Ну, я хочу оставить еще на следующий выпуск атаки. Ну, давайте последнюю катку. Могу, конечно, и проиграть. Поэтому ничего не гарантирую. Ну, погнали в онлайн-атаку. Посмотрим. Девятый уровень подбирается. Ну, мне кажется, вот чем меньше уровень мне подбирается, тем скилловый противник. Ну, это мое мнение. Не знаю. Так. У меня тоже принцесса второго уровня. Круто. Так. Стрелы. Ну, мы успели убить принцессу. Не знаю. Я сейчас попробую ход, конечно. Насколько он будет правильный, я не знаю. Но я рискну. Попробую. Вот таким вот макаром сейчас его протачить. Электромаг. Вроде бы хорошая комба, если неправильно контрить. Так. Отлично. Смотрите, сколько урона нанесли. Надгробие было поставлено Криво. Я не знаю. Или... Ну, маг не сагрился на него. Ну, плюс с бревном. Неплохо получилось. То есть мы уже практически снесли вышку. Так. Готовлюсь к его атаке теперь. Пока идут варвары в соло. Ну, я выброшу армии скелета. Выброшу все равно. Три варвара могут нанести немало урона. Так. Теперь бы... Ну, давайте здесь элитных варваров выбросим. Ух ты. У него башня-бомбежка. Так. Окей. Ух ты. Мы еще и нанесли тычку по правой стороне. Это очень хорошо. Так. В принципе, по левой стороне можно уже добить кладбище плюс фаерболт. Ну, это так по сути. А так вообще я буду сейчас переходить на правую сторону. Потому что по левой вышке уже осталось незначительно хп. Ладно, переходим. Здесь бревно бросаем на принцессу. Так. И, в принципе, готовимся сейчас к комбе. Чем он нас может остановить? Это, наверное, только варварами. Да? Орда миньона у него есть. Поэтому я буду фаерболт беречь. Так. Я бы, конечно, сейчас с радостью фаерболт кинул на надгробе. Но... Но нет. Мне миньона потом нечем будет останавливать. Давайте здесь кладбище кинем. Отлично. Так. Отлично. Он потратил... Давайте здесь принцессу. Варвара на гиганта. И сейчас, смотрите. Ой, просто отлично. Я сейчас всех заберу. Я уже из правой вышки снес. Отлично. Ну, не знаю. Фаерболт бросать. Да, я кину фаербол. Конечно, можно было и не бросать его. Но я вот... Просто, чтобы на всякий случай. Потому что очень много юнитов шло. Так, окей. В принципе, ну все. Можно сказать, что снесли мы обе вышки. Но все равно почти не считается. Нужно добивать. Здесь армия скелетов. Так. Ну, понятное дело, что он поставит башню бомбежки. Но сейчас только как лучница... Башня лучница агрится на моего гиганта. Вот тут я бросаю кладбище. И все. И здесь из-за снос. Хотя вот видим, да? Он дефит. Ну, давайте подкинем бревно. Так. И фаербол туда. Хорошо. Блин. Ну, левую вышку я не успею забрать. Но она мне, в принципе, не нужна. У меня королевский сундук набит. Поэтому... Короны мне здесь не очень важны. Мне главное здесь кубки. Так. Ну все. В принципе, изи получилось. Давайте здесь варваров. Отлично. Все. Ну, конечно, вот теперь совсем другой разговор. Когда вот выбил много легенд, да. Многие скажут. Ну, конечно, у тебя, блин, 4 легендарки. Конечно, у тебя будет легко играть. Да, я с этим и не спорю, ребят. Я как бы не говорю, что за счет карт там вывожу. Точнее, за счет скилла какого-то. Да, и безусловно, карты здесь мне очень помогают. Но осталось 60 кубков. Если быть точным, 51 кубок остался. Но это на следующий выпуск я оставлю. Так вот, да, безусловно, карты решают много чего. Но, ребят, на таких уровнях кубков сидят же и противники, соответственно, с такими же картами. Поэтому все должны быть равны. И, соответственно, оппоненты должны быть на равных условиях играть. А вот когда ты играешь восьмыми куманками, а твой оппонент десятыми, это не совсем правильно, не совсем честно. Вот. Ну, в общем, такая вот была, ребят, колода. Если вы хотите продолжения, как я зайду в легенду этим аккаунтом, обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, оставляйте свои комментарии. А я желаю, ребят, всем удачи, всем до новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok